10 февраля друзья в кремниевой долине цветочки пошли ну а мы на стройке вот за этим забором наша стройка так панорам ненько обзорник так слева направо идем гараж понятно каких-то особенных изменений мы за эту неделю здесь не увидим потому что идет много такой работы внутри которая не так здорово видно снаружи но вот я вам попробую крышу немножко так насколько я дотянусь показать вот какие-то работы на крыше происходят может быть нам skylight и врезали сейчас пойдем посмотрим вы знаете что skylight и не врезали но они стоят тут вот в коробочке так разные картинки здесь вот одна картинка здесь другая вот вот так будет как на этой картинке вот так да но улик варанти да гарантируется что не протечет но иной может сказать что нету никакой лик воронь чего но и на улик а ну да да но но улик варанти да нету большими буквами но улик вот но улик они большими буквами а варанти уже с маленькой поэтому значит не то что гарантии нет а карантии что не не потечет надо встала дверной проем наконец-то наконец-то врезали дверь дата не было ее так только так тоже а что это такая неожиданная отделка что это не отделка но как бы фактура такие они а значит дело в том что у нас тут по планам это называется ширбол ширбол это элемент строительства это который несет на вниз тип несущую да это не не просто знаешь вот планки планки шитрак шитрак двух дорогах а это несущие поэтому не про не просто фанюра она не просто фанюра нанесет нагрузку на себе вы тоже так же как эти стенки по планам все эти стены которые несущие они рассчитывают то есть вот это тоже несущие но они другие то то есть почему то они разные я не думаю что она выше такая же ну да выше выше такая же и тут на них наверняка написано вот видно какой видно какой толщины тут сантиметр примерно так есть а тут тоже у нее еще краю зелененьким обработан наверное вот так ну а не всего-то и все такое прочее если не пропустит огня да не огонь защищает общем все нашу потом как бы не упал на с другой стороны одноэтажный дом чем упадать то у него это не ну подожди мне ну конечно весит да безусловно все вот эти балки она весит конечно у него это парусность маленькая он все-таки такое ощущение что что-то тут сверху добавили какие-то вот какие-то коллеги скобы видишь вот эти вот скобы друзья вот о чем светлана говорит там крепеж такой появляется мы когда прошла приходили ничего этого не было просто как намет и наметать даже просто балки были и вот обратим внимание вот на эти баллы тоже посмотрите так вот сюда посмотри да здесь тоже такие кронштейны которые удерживают скобы вот эти скобы вот эти вот и да 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 то есть они на самом деле укрепили укрепили соединение да я поэтому говорю было было сделано много работы которая не имеет такой вот внешних внешний такой наружности который видно хорошо да скоба что она держит на все держите перекрытие чтобы не качала его ничего чтобы отра разные фрагменты чтобы они не болтали там вот скобки то есть ну да да закрепляют вот на самом деле качество контрактора определяется тем сколько воздения забивает во все эти штуки то есть скажем когда можно забить от одного до десяти сколько они реально забьют на самом деле конечно инспектор ходит и проверяет удар как я смотрю да но я видела своими глазами когда еще давным-давно мы строили того салтос я видела что за не любит не добиваю да не добивает но инспектор не может проверить все скобки грошка много а это самое кроме того тут спецификация укажет даже какими гвоздями забивать они не могут даже более тонкий гвоздь забить а что у нас инспекции вот по поводу крыши у нас говорят что не могут пока крышу дальше возникла какая-то история что вот по чертежам получалось так нельзя сделать им пришлось сделать какой-то апгрейд но незначительного или чего я даже точно не берусь что-то изменилось да но инспектор говорит я уже говорит не хочу нарываться и я это самое покажите мне эти изменения что они утверждены вашим страх чего инженером ну и тут начинается целая машинная возня страх чего инженер должен посмотреть он должен подписать сети должны он жарю да и все заняты в общем мы сидим в общем вот так вот и ждем скобки набивают да ну тоже это нужно и это кропотливо на самом деле вот сейчас не наш контрактор он обещает сейчас она рванет и мы должны в мое месяце вообще все закончить ну слава богу домой вместе да ну тоже отделка какая отделка столько занимает но сейчас пойдут параллельно работают как только мы пройдем эту инспекцию на сразу пойдут и наружной работы по наружной стороне дома и сразу пойдет работа внутри и в общем это все будет параллель это довольно дорого одновременно да будет так довольно энергично и быстренько что пойдем глянем не вырулюбили там лимонное дерево потому что после каких-то рассуждений аналитических пришли к выводу что надо лимонное дерево убирать жалко жанна такое было плодовитое и на нем были привиты какие-то разные цитрусовые а таки ой нету больше дерева то нету слушай ты знаешь как ты чистенько стало правда а ноту соседа осталось вот если что вот этот вот сарай совсем лишь там какой-то хорошие тоже дерево сзади растет ему сара мешает расти она вырыл исторически вырастила плоским ну да будет хорошо расти мы как не будем убирать учуя замечательно ну что же хорошо вырыли вырыли у кого-то не было никого дерева нет кому-то не стало чистенько аккуратненько там какая-то помыла осталось да там ну да ну все замечательно я очень довольна вот такое на нем росло друзья ну кроме обычных лимонов конечно очень симпатично стало слушай у нас такая красота вообще хорошо ладно мандарин не трогает никто да такая станет сомнение дички таких светлана рассказывает про высоту потолков но если ты будешь оттуда рассказывать цвет то тебя просто не услышит вот значит высота там где-то так что было там 9 футов но вот мы всюду где можно вы стараемся выкроете я сейчас покажу вот как этого края просто это что шкаф какой-то вот тут такое до входной шкаф в котором будут вешать верхнюю одежду у нас верхней одежды немного у нас уже весна верю что мы раздеты он миша вообще с коротким рукавом поэтому этого шкафа вполне хватит до верхней одежды а вот этот шкаф сзади тебя это тоже шкаф а вон там за да 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 я все-таки его сделаю не шкафом а красотой ну тут потому что эту стенку будет видно от входной двери и сиди сделал двери это будет некрасиво от входной двери до кабинет сверху на него положим каунта и получится такое место для красоты тут делаем подсветочку у нас как вас алтаз было такое похоже у нас там не было ящиков там было больше складских места это все-таки рентурное помещение здесь будет ящички чтобы люди могли белье туда положить или что-то такое а вот а сверху можно будет зеркало повесить красоту сделать в общем это будет такое место фотографии люди любят расставлять зашел а вот эта фотография стоит красиво культурно культурно вот смотрите друзья вот здесь комната и в комнате вот этими балками горизонтальными значит установлено что потолок будет 8 футов а вот в коридоре вот где мы со светлой стоит тут уже 9 вот видно видно разница в потолке так а там чувствуется еще рвануло так подожди это тоже комната но здесь тоже 9 как интересно здесь а на одном уровне смотрите здесь на другом уровне вот видно так как говори в камеру у нас стенки-то дома 8 футов сида отсюда 8 футов и мы делаем потолок вот такой ступень я понял да вот здесь ступенечка вот она идет ступенечка и уходит на 9 футов и получается красота сразу значит вот стена вот вот вы видите вот этот фут вот он вот эта доска ведь это справа одна высота слева другая высота здесь даже выше чем в коридоре если мне так я зрительно вижу здесь даже выше чем немножко выше чем в коридоре да не у них получилось по максимум ведь они даже обрезали вот здесь вот эти вот балки немножко до чтобы выйти на какую-то высоту если бы них не обрезали было бы ниже чуть-чуть вот это как раз разница между девятью футами коридором ну да хорошо а теперь когда мы идем идем дальше по коридору идем дальше по коридору то есть вот этот слева у нас это 9 футов вот вот это 9 вот белая доска это 9 подождя потом раз и выходим на 10 сейчас я отсюда покажу вот она разница между 9 и 10 это на коридор 9 а тут уже 10 футов очень трудно друзья если захотите лампочку менять проще всего менять лампочку когда сам с полу достаешь без ничего у нас стать электрик будет так который до 8 футов спокойно вкручивать лампочку да ну и такие электрики сейчас востребованы плана сейчас находится в будущей ландре то есть тут буду стоять стиральная и сушильная машины и там очень трогательно вы как трогательно выглядеть вот эти две медные трубки тут с какими-то это латунь что ли желтым какие-то вот это для слива воды это для холодной это для горячей а сюда там тоже что-то там дырка туда будет вода спускаться сливать понял понял вы видите друзья что вот на стенках на балках тут на всем контракторы на своем птичьем на речи значит какие-то пометки делают надписи всякие вот идет синеньким что-то пишут вот они знают они знают о чем речь это все имеет магический смысл когда-нибудь знаете историки вот туда придут и скажут что вы это значило расшифровывать будут друзья еще вот к вопросу о замысловатости потолочного хозяйства знаете вот тут это восемь футов явно да вот здесь восемь футов потом балка потом бах и такое начинается уже здесь называется кафедра такой кафедра маленький потому что он старенький был это здесь было что-то раньше поэтому вот потом опять балка а после балки уже полет фантазии так вот бах из балки и вот сюда раз вон туда пошло 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 тоже неплохо получится вот такое все замысловатое пространство неплохо оно разграничивает какие-то зоны ну свет я гораздо хуже тебя представляю конечный продукт но как бы поскольку ты представляешь что я доверяю вот так что мне предстоит еще много открытий каждый раз когда что-то будет делать все будет ой а ты будешь говорить ну конечно так и задуманно